Для настоящих спартанцев помех на пути к цели не бывает. Эти люди приняли решение вести спортивный образ жизни, несмотря ни на что. Воспитанники Центра адаптивного спорта «Спартанец» – люди с ограниченными возможностями здоровья. Среди них чемпионы паралимпийского спорта всероссийского уровня. Однако эти спортивные успехи не были бы возможны без своевременной поддержки. На встрече со спонсорами и руководством района спортсмены Центра поделились своими успехами и рассказали о нужных учреждениях. Время сейчас действительно такое, что мы можем проводить чаще такие мероприятия, привлекать общественность, спонсоров возможных для того, чтобы найти у них поддержку. Сперва участники встречи проверили, как реализуется принцип доступной среды в универсальном спорткомплексе Подмосковья. Сейчас здесь есть оборудование для комфортного пребывания людей с различными типами нарушения здоровья, в том числе и система для слабослышащих и подъемник на второй этаж для инвалидов-колясочников. Итоги подвели в рамках круглого стола. На данный момент в Центре работают 12 секций. В них занимается порядка 100 спортсменов, в том числе чемпионы всероссийского уровня, достигшие значительных успехов в таких видах спорта, как плавание, легкая атлетика, велоспорт, ботча, голбол и даже стрельба из лука. В прошлом году в составе сборной региона наши спортсмены-легкоатлеты взяли 7 золотых медалей. Однако для дальнейшего развития Центру необходимо многое – от условий для занятий в универсальном спорткомплексе Подмосковья до транспорта. С этим вопросом в 2014 году Центру помогли меценаты. Представители Чкаловского филиала компании «Газпромнефтьавия» регулярно снабжают автобус топливом для поездок. Надеюсь, что обеспечение дизельным топливом будет не единственная точка наша, соприкосновения будут другие проекты, другие точки, драйверы роста. С вас остаются только достижения и спортивные медали. Мастер-класс по стрельбе из лука в рамках встречи показала Елизавета Устинова. Она начала заниматься только в сентябре прошлого года и уже взяла серебро на всероссийских соревнованиях. Изначально хотела идти на боча, но после пары выстрелов из лука поняла – это ее спорт. Тренировкам посвящает пять дней в неделю. Физическая нагрузка у нас все-таки есть. Оказалось, что это совсем непростой спорт. То есть и силы нужны физические, потому что лук, он тугой, ты должен его растянуть. Ну и такой концентрации внимания, конечно, требует. Однако стрельба из лука – спорт не из дешевых. Сейчас у спартанца не хватает части оборудования и места по тренировке на дистанции 50 метров. Руководство района подчеркнуло, что планирует и дальше оказывать центру поддержку в развитии материально-технического обеспечения. И будем предлагать все усилия для того, чтобы вы были максимально обеспечены всеми тем инвентарем, снарядами, которые необходимы для развития адаптивных видов спорта. Мы сейчас ведем переговоры. Я надеюсь, что мы найдем какую-то середину с УСК Подмосковья о выделении летней дистанции для стрельбы из лука. Это галерея 50 метров, которая требует определенные условия безопасности. Также рассмотрели проблему дальнейшего развития программы «Доступная среда». Так, чемпион побочи Олег Мелкумов обратился с просьбой обустроить в подъезде его дома специальный подъемник. Я знаю, что по улице Советская, дом 3, там у нас ТСЖ. И я думаю, что сейчас мы с Алексеем Васильевичем этот вопрос обсудим и обязательно проработаем с этим ТСЖ для того, чтобы такой преграды не было. Было предложено в дальнейшем сделать такие встречи регулярными, привлекая к участию как можно больше предпринимателей, которые смогут проявить неравнодушие, поддержав центр. Ну а воспитанники спартанца со своей стороны обещают – в медалях недостатка не будет. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».